Разговор с нашим прекрасным автором, ну, во-первых, скажу, что действительно любовь к вам, Марина, читателей, невероятна. Я сама являюсь очень большим поклонником романа «Женщина Лазаря». И вот в этом году я, когда роман перечитывала, частично переслушивала, то вела себя неприлично, потому что в метро я ехала с телефоном, слушала аудиокнигу и начала всхлипывать. И, конечно, когда на меня публика в метро, ну, пассажиры смотрели, я пыталась как-то там скрыть свои эмоции, но голос же продолжал озвучивать текст. То есть, значит, я так это, закрываясь чем-то, я продолжала слушать, и у меня шла такая, на станции Октябрьской я выскочила практически с рыданиями. То есть текст, он продолжает действовать и через несколько лет после прочтения. Вот это очень важно, потому что тексты у нас, когда мы их читаем через какое-то время, ну, по-разному, да, мы на них можем реагировать. Вот, поэтому ваши книги мы, правда, очень любим. Спасибо большое, это так приятно слышать, и так невероятно чувствовать себя вот объектом, да, это какое-то удивительное чувство. Я очень, я очень смущена, но я очень, конечно, очень счастлива оказаться, оказаться тем самым объектом, да, вот, особенно в таких, в таких руках. Мы, конечно, мечтали с вами встретиться вживую, договаривались, но помешала пандемия. Я думаю, что все-таки все темные времена проходят, и когда-нибудь все-таки мы сможем увидеться вживую и пообщаться с вашими читателями вот уже очно. Ну, а пока хотя бы такой формат. Так что у нас сегодня такая оживает, наверное, новогодняя рождественская практически сказка. И я начну задавать вопросы, вот скажу честно, вопросы, которые интересны мне, поэтому если вдруг они не совпадут с тем, что хотели пока спросить слушателей, вы уж меня простите, но я же тоже читать. Вот, я, наверное, начну вот с вопросов, связанных с биографией, с тем, как вы, Марина, пришли в литературу. Вот я знаю, что вы родились в городе Ефремов в Тульской области, а потом переехали с своими родителями в Кишинев. Вот скажите, пожалуйста, какой город повлиял на вас больше? Вот ваше детство, ваша юность, и вы ощущаете сейчас это влияние? Или вы давно москвичка, и вот этой памяти малой родины нет? Ой, нет, я вот, я не москвичка, и, конечно, никогда не стану ощущать себя москвичкой, да. Муж мой москвич, он здесь родился, да. Нет, я действительно родилась в этом крошеном таком городочке в Тульской области, в городе был гарнизон, и в городе был каучуковый завод. Папа у меня офицер советский, классическая советская семья, мама врач, папа офицер. Очень типичнейшая история. Папа там служил, а когда он вышел в запас, мы переехали в Кишинев, это тогда был Советский Союз. В общем, мы переехали на юг, да, в столичный город. Родители думали, и они были правы, это было лучше для меня. И, конечно, на меня, как на автора Кишинев повлиял очень сильно, потому что из маленького и серого города очень, даже не то, что провинциального, да, провинциально и Москва бывает, да, и Нью-Йорк, и Лондон. Просто он был очень серый, да, очень такой технологический. Я попала на юг, да, я увидела розы, которые цветут на улице, и эти самые абрикосы, которые никто не рвел, они бросовые, правда. И это было какое-то, я попала в эпицентр запахов, звуков, цветов. Люди по-другому разговаривали, все было ярко. Мне как будто, я очки тогда, правда, еще не носила, но мне вот как будто их протерли вообще все органы чувств. Я была поражена, мне было 11 лет, я, конечно, хорошо помню свое ефремовское детство, но оно было такое обычное, дворовое. Мы играли в войну, воровали барбарис, да, вот это вот все, да, такое, ну, вполне обычное советское детство. Ты вечно во дворе, да, там в 9 часов вечера открываются окна, и родители орут ужинать, да, двери, которые никогда не запирают. Ничего удивительного, как у всех, да, а вот в Молдавии, да, это было что-то поразительное. И, конечно, хотя бы у меня всего один-единственный текст, маленький рассказ, да, о Молдавии, да, вот мне кажется, что видеть, слышать и чувствовать, осязать и обонять я начала именно там. Это, это как, я очень скучаю, да, Кишлев уже совсем не тот, конечно, и не те там люди живут, и не так он уже выглядит. Но вот этот зеленый, белый, ослепительный, это солнце, которое всегда, жара, необыкновенно красивые люди, необыкновенно смешная речь, суржик, да, да. И в Молдавии, то есть я прожила там с 11 и до 19 лет, на самом деле, не очень много, но это самые яркие мои годы, конечно. И плюс я перестала ходить на улицу и начала читать. Вот в романе «Женщина Лазаря» ваша героиня Маруся во время войны приютила у себя несколько семей, где были маленькие дети. И в одном из интервью я прочитала, что прототипами двух изображенных детей стали ваши родители. Это правда, я почти так никогда не делала. Ну, собственно, фактически это единственный случай, когда я в текст, значит, протащила своих родителей. Да, действительно, и мама, и папа оба были в эвакуации. Они были, правда, в 100 километрах друг от друга, и познакомились они уже после войны в Воронеже, где мама училась в мединституте, а папа, значит, приехал туда служить. Они познакомились, папа влюбился прямо с первого взгляда. Но мне хотелось, так сказать, их объединить раньше. И правда, там описана и одна, и другая моя бабушка, моя бабушка Аня поехала с маленьким папой в эвакуацию из Бессарабии и в дороге родила дочку. И чудом не погибла, и чудом выжил ребенок. Тетя Клара, слава богу, жива до сих пор, я сохранила все имена. И мама приехала с бабушкой моей, да, и бабушка шила прекрасно, действительно. Я только теперь понимаю, например, насколько бабушка была молодая, ей было 20 с небольшим. Ребенок, ребенок с ребенком, да. И у нее действительно был сын, мамин брат, который там во время эвакуации съел ягоду с куста. Они пошли в лес и умер от дизентерии через несколько дней, да. То есть это вот такой крошечный кусочек, действительно, моей семейной истории, которую я в книжку засунула. И вообще эвакуация вся написана с рассказов мамы и папы. Потому что, да, это вот прям такая очень личная для меня часть. Хотя, конечно, никакой Маруси не было, и вместе они не были, но они были семьи, которые их приютили. И одна и другая моя бабушка до смерти переписывались с этими людьми, у которых они жили в эвакуации. То есть вот такая вот была дружба на всю жизнь, да, абсолютно. Да, в романе очень трогательные страницы, когда потом даже письма приносят на могилу Маруси, и как эта связь между людьми потом длится очень много лет. Это абсолютно потрясающе написано, потому что ты читаешь, и ты понимаешь, что это написано практически как бы кровью, и это правда, правда нашей жизни тех лет. У меня вопрос тогда следующий, тоже пока еще связанный с биографией. Вы после окончания школы поступили на филологический факультет в Кишиневский университет. Окончили три курса, а потом перевелись в Москву в литературный институт, на факультет перевода. Почему? Почему вдруг вы поменяли Кишинев на литинститут? И вообще, кем вы мечтали стать в тот период? И почему сейчас вы говорите, что вы очень жалеете, что вы не пошли по стопам мамы и не стали врачом? Правда, до сих пор же. Я очень хотела, действительно, очень хотела стать врачом. Я очень серьезно готовилась. Я была очень хороша по физике и по биологии. Прям очень хороша. С физикой это был крах. И родители мои пахали сумасшедшие деньги в репетитора. Я ходила два раза в неделю, готовилась. Ну, потому что никто не знал. Физика и химия менялись. Один год была физика, один год химия. Иногда подряд два года. Такая была лотерея при поступлении в мединститут. Я страшно боялась физики. У меня была абсолютно деревянная голова. Я до сих пор помню. Я была, примерно, как галочка со своим аспирантом в книжке «Женщина Лазарева». Я реально была полный долдон. Но как-то он меня натянул. Я могла решить любую задачу по физике, абсолютно ее не понимая. Но я знала, как ее решить. Вот такая дрессировка, как в зоопарке примерно. И я была уверена, что буду врачом. Я работала санитаркой в онкоинституте. Много чего видела, много чего умела уже делать руками, как медсестра. Но у меня был потрясающий словесник Виктор Иванович Гриднев. Он был наш классный руководитель и преподаватель русского языка и литературы, которого я обожала, естественно, потому что по его наводке я очень много всего прочитала. Он очень много со мной возился. И вот за две недели до окончания срока подачи документов, у меня я уже эти документы собиралась нести в мединститут. Он мне вдруг сказал меланхолично, да, ты знаешь, вот ты, наверное, станешь неплохим врачом. Вот я даже уверен, что ты станешь неплохим врачом. Но мне кажется, что в литературе ты сможешь больше. И это, понимаете, поразительно, потому что я упрямая, как осел. Я очень слабохарактерный человек, и слабохарактерные люди, как правило, очень упрямы. Вот они должны на что-то опираться в своей жизни. И я пошла за ним просто как за дудкой, да, просто меня зазомбировала. Я взял за руку, он сам закончил этот университет, филфак, взял меня за ручку, привел туда, показал, это был старый университет, все, и сказал, ну давай, ну давай. И я поступила. Вот просто как... Мама ликовала, она очень не хотела, чтобы я стала врачом, потому что это действительно тяжелый труд, и она была совершенно счастлива. И я училась совершенно очень хорошо, блестяще училась прям вот, да, мне все нравилось, я наукой быстро стала заниматься. Рухнул Советский Союз, и, в общем, ну, уже как-то родители уже что-то понимали, что что-то идет не так. Я нет, конечно, в свои 18-19 лет. А в это время в Литинституте, то есть Советский Союз рухнул, но связи вот эти еще остались, да. На факультете перевода в группе Кирилла Владимировича Калальджида, совершенно прекрасного поэта, в группе художественного перевода с румынского освободилось место, кто-то отчислился. А ячейка должна быть заполнена. Довольно сложно поймать на улице человека и уговорить его изучать румынский язык. Поэтому приеду, это было затруднительно, да. Поэтому приехали волонтеры, да, кто-то там приехал в Кишиневск, сказал, слушайте, у вас есть здесь кто-то, кому не 99 лет, и кто хочет поучиться в Литинституте, мы переведем. Они там поднатужены, скажут, слушайте, здесь бегает какая-то девчонка с косичками, вроде пишет, вроде она учится где-то, ну, дайте узнайте. И мне сказали, хочешь? Я взвыл, я учиться в Москве, я правда хотела на филфаке МГУ. Я мечтала всю просто жизнь, да, ну, то есть в Москве учиться. Но родители меня не отпускали, я очень поздний ребенок. Брат к тому времени уже давным-давно офицер был, служил, и мама с папой носились со мной, я там, господи, с каждой телефонной будки звонила, пока в университет ехала. И тут родители вдруг согласились, потому что они понимали, что для меня это шанс. Я с третьего курса на третий курс перевелась. Так программу третьего курса я знаю твердо, да, потому что я училась на третьем курсе, единственное, что я помню, до сих пор хорошо, все остальное уже забыла. И румынский я выучила уже в Москве, да, и вот так я оказалась в Москве абсолютно случайно. Повезло, повезло. А вот я прочитала, ой, нет, я сейчас спрошу, я скажу, вы знаете, на самом деле есть еще один человек, который более глупый, чем ваша Галина. Физики и математики. Вот если вас все-таки мог кто-то научить физики, то меня, мой папа-физик, не мог научить физики. Он мне отвечал, что у меня не глава, а качан капусты. У меня было два по алгебре, два по геометрии, два по физике, два по химии, и мне не давали аттестат в школе. Но вот я хочу сказать для тех родителей, которые слушают наш эфир, «Ребята, будьте милосердны к вашим детям, и иногда за этими двойками и тройками может скрываться вполне себе в дальнейшем человек, который найдет свое место в жизни». Так что когда-нибудь, я надеюсь, мы обсудим с вами наши физические и математические успехи. Ой, да, ой, да. Значит, у меня вопрос такой. Я прочитала, что вы, когда учились в институте, вообще потом занимались наукой, то вы увлекли с личностью Самарокова и писали о нем научные работы. Меня это абсолютно поразило. Думаю, как это от румынского языка вы вдруг скакнули к Самарокову вообще. Почему Самароков? Ну, я на самом деле начала еще на филфаке заниматься Самароковым. У меня была прекрасная... Как-то сейчас все зависит от преподавателя, да. У меня была прекрасная преподавательница по XVIII веку, Людмила Федоровна Луцевич, да, и до сих пор, в общем, действующая ученая. Она просто прекрасно читала лекции. Она давала XVIII век так, что он был... Ух! И я пошла к ней, но поскольку у меня хотели... Она была на кафедре литературоведения, а лингвисты тоже хотели, чтобы я к ним пошла. Ну, как обычно, есть толковая студентка, ее как бы все хотят. Поэтому у меня была работа на стыке. У меня был лингвистивистический анализ приложений псалмов сумароковских. Но я любила Сумарокова, потому что он ершистый, он был живой, необыкновенный, он был нескучный. Конечно, это совершенно неудобоваримые стихи для человека XX и XXI века. Но псалмами никто не занимался. Тогда весь этот корпус текстов только появился в поле зрения. Мне было интересно. И когда я переехала в Москву, я уже как-то переволокла с собой с Умарокова. Но я не защитила диссертацию, когда сдала кандидатский минимум, потому что в Москве моим научным руководителем был тоже блестящий специалист по XVIII веку Лебедев. Он умер, когда надо мне было выходить на предзащиту. Это был уже там 94-й год. Я закончила, причем я в Эмли уже закончила аспирантуру, что он перешел в Эмли и забрал меня с собой. Плюс меня Есин, покойный, страшно не любил ректора. Он сказал, я тебе защититься не дам в Лид-институте. Лебедев страшно обиделся. Не знаю, бывает. Мне сейчас странно, когда я взрослый, как можно ректору воевать со студенткой. Это как-то не спортивно. Вот он меня терпеть не мог. Я была уже в Эмли, и я просто представила себе, что сейчас будет новый научный руководитель, и мне это все заново переделывать. А мне нечего есть, мне негде жить. Я никому не нужна. И румынский язык никому не нужен. А сумроков никому не нужен. Примерно так же, как румынский язык. И я просто все это дело забросила. И, в общем, ну и что делать? Это была не такая... Безумкидательная, потому что, если бы вы стали ученым... Мне бы и осталось, конечно, академическим ученым, да, безусловно, потому что из этой среды довольно сложно. Но она такая взаставающая, очень интересная. И, прежде чем стать известным писателем, вы сменили, как бы, множество биографий, или, скажем так, занимались... Вернее так, вы сменили множество фамилий, и под каждой фамилией вы заменялись каким-то особым видом, родом деятельности. То есть вы известный сценарист, автор очень многих сериалов. Вы работали люблянцем журнале. Вот сейчас вы преподаете. Вот что ваша такая многообразная деятельность дает вам для вашего творчества? Стало ли все это источником, или просто вот так вот вы перешагнули ту прошлую жизнь, и как бы все это осталось в прошлом? Ну, все эти работы, они со словами, да, вокруг слов. Ну, я просто... Ну, я должна... Это мое ремесло, да. Я рада, что оно меня кормит. То есть я живу вот литературным трудом, и очень горда, и рада. Я любопытна, мне было интересно стать редактором в глянцевом журнале. Там много надо было учиться. У нас был прекрасный коллектив, и потом в 90-е годы глянцевые журналы, они были таким абсолютным аналогом нынешней нон-фикшн-литературы, которой просто не было. То есть да, конечно, у нас была водка, лодка и молодка, и как бы девушка в большом купальнике на обложке, но внутри-то мы писали, да, про Чингисхана, про что угодно. Мы всегда говорили, что это журнал для того, чтобы мальчику было целый месяц о чем поговорить с девушкой и с друзьями. То есть это было вот такое, прям действительно огромное количество научно-популярных, очень интересных текстов было внутри. Я любила свою работу страшную, любила свой коллектив, у нас блестящие люди работали, и многие прекрасные авторы у нас, начали, Ленор Горалик у нас публиковалась, да, которую еще тогда никто не знал, что она Ленор Горалик, она только-только начинала становиться известным и прекрасным, и ярким очень писателем. Так что это был такой хороший очень круг. И потом сценарий, я очень люблю кино, и когда мне знакомая сказала, слушай, давай я тебя быстро научу, у тебя получится, да, ну, мне было интересно учиться, и что забавно, я учусь до сих пор, и по-прежнему люблю кино, хотя не очень люблю эту свою работу, она такая анти-проза, это царство абсолютно не свободы. Какой вы можете назвать фильм, сериал, который, ну, вам наиболее нравится, из тех, что сняты по вашему сценарию, чтобы мы потом могли просто посмотреть? Имеет смысл, мне нечем абсолютно хвастаться, кино коллективный труд, сценарист там Винтик, да, это абсолютно такое производство, кино это производство, но можно посмотреть фильм «Линия Марты», где играет Алиса Фрэнли, Хлановой, да, это короткий четырехсерийный проект, который делал Олег Газе, он там был режиссером, продюсером, он, конечно, вынул из меня душу, и не все обратно положил, но за этот фильм мне очень не стыдно. Есть хороший проект, но его, к сожалению, первый, он лежит на полке уже пять лет на Первом канале, и долго, наверное, еще будет лежать, но это с финансами скорее связано. Вот прямо сейчас я закончила с Дуни Смирновой делать сценарий для ее полнометражной картины, надеюсь, через пару лет она появится, и да, это, думаю, будет не стыдно смотреть. И прямо сейчас я делаю сценарий для Кантемира Балагова. Ну, поскольку Кантемир Балагов, да, в общем, режиссер поразительный, да, я уверена, что все, что он делает, надеюсь, ну, как бы, надеюсь, что этот фильм тоже будет хорош, а так все остальное, ну, нет, нет, не советую. «Линию Марты» может посмотреть, да. Можно я тогда спрошу, потому что это не только мой вопрос, очень хочется, когда же будет фильм по книге «Женщина у вас»? О, хохонечки-хохон. Ну, смотрите, да, я много лет держалась, да, ей-богу, не сдавалась, да, если бы я не была сценаристом, я бы продала, вот прям, вот первому же, кто предложил. Предлагали мне все абсолютно, что в этой книжке есть кино, да, я как сценарист это вижу, как сценарист же я вижу, что там надо примерно кости через одну переломать, чтобы сделать сценарий, я была к этому не готова, к тому же, удачной экранизации, фантастической редкой, так очень редко будет. Не знаю, мне хватит пальцев там, не знаю, на одной руке, чтобы перечислить все удачные экранизации. Ну, просто потому, что наше воображение сильнее этой картинки, и когда мы видим эту Анну Каренину, да, мы очень быстро понимаем, что, извините, это я знаю, какая Анна Каренина, вот эту бабу, вот тут не надо мне выкатывать, да, Анна Каренина совсем не такая. Поэтому экранизации нас бесят очень часто. И я этого всего не хотела, не хотела, не хотела, а год тому назад я получила предложение, от которого, ей-богу, было трудно отказаться во всех смыслах, да, и сейчас я не могу раскрывать эту информацию, в кино все сплошные тайны, за которые тут же расстреливают за свинарником, только ты прям первую букву назовешь, уже бомба тебе в голову летит. Но, в общем, сейчас очень хороший сценарист, я сама отказалась, я не могу их всех там ломать, работает над сценарием, пока еще нет режиссера, от чего, что грустно, от чего все зависит, но, может быть, через несколько лет «Женщины Лазаря» будут экранизированы. Может быть, может быть. Оксана задала хитрый вопрос, она просто хотела, чтобы, Оксана задала хитрый вопрос, она просто хотела, чтобы я перешла все-таки уже к вопросам по роману, и она видит, что я упорно не перехожу, так это, опа, она меня-то подвинула. Это было мне очень интересно, не правда, Алексей. Да, ну, я, конечно, оставила несколько, я не успела все, выспросить, я думаю, вдруг я успею в конце, но тогда действительно нас слушают те, кто прочитал роман, и у них очень много вопросов. Вот вопрос такой, вы говорите, что вы в романе «Женщина Лазаря» хотели описать жизнь гения, но ведь замысел же разросся, и Лазарь Линд как бы главный герой романа, но все-таки это герой, который еще скрепляет сюжет, и в романе появились не менее другие, замечательные, скажем так, тоже уже главный герой. Вот, а скажите, пожалуйста, какие черты, как вы считаете, которые присущи гению, вы в этом романе отразили? Вы знаете, мне кажется, что гений, гениальность вообще, ну, насколько вообще можно судить о ней, да, извне, это такое, это человек, который биологически живет по тем же законам, да, а морально, психически, психически, по своим собственным, да, это такой человек, сдвинутый по всем швам, иногда очень далеко, это почти безумие, иногда чуть-чуть, но это всегда человек неудобный, потому что он как будто либо не знает, как надо, либо не понимает, либо знает и понимает, но не хочет, потому что там, как Наташа Ростова не удостаивает быть умной, так он не удостаивает быть социальным. Очень часто гений, да, сосредоточен на некой цели, да, и, в общем, и пошел себе, и пошел. Еще мне кажется, что в гениальности есть какая-то такая текучесть, это какая-то такая пламенная сущность, мне почему-то кажется, что все гении быстрые, это какая-то, в этом есть какая-то ускоренность всего, это может быть и не так, может есть и вялые гении, да, какие-то флегматичные, но мне вот это хотелось в Лазаре Линте показать, и, конечно, гений это тот, кто задает вопрос, тот, кто видит вопрос там, где никто не видит, а все видят ровное поле, да, или, тем не менее, кубик серый, а гений смотрит и говорит, а почему вот он серый, как же мы не догадывались-то никогда, да, ну, я, поскольку мы уже обсудили мою, нашу инвалидность в области физики, да, я не могла ничего придумать, чтобы показать вот это вот, я показывала его только, ну, вот как живого человека с разных сторон, но вот эта искаженность, вот эта слепота какая-то, слепо-глухо-немота в важных для человека вещах, да, вот она, такой признак его гениальности, а Лидочка, ну, Лидочка, она, конечно, она телесный, она не гений, конечно, она просто телесно очень одаренный человек, потому что все-таки гений, как мне кажется, это еще и воля, это характер, мастер, ей просто не повезло, у него был большой талант, который ей был страшно не нужен. Да, так бывает. Да, да. Вот, ну, мы знаем судьбу многих физиков, известных математиков, и известно, что они были не только, как бы, великими учеными, но они еще были и большими ловеласами, вот, а вы своих двух главных физиков, математиков гениальных сделали однолюбыми, да еще они любят одну женщину. Почему вы так пошли против общеизвестных вещей? Ну, во-первых, Лазарь Линд, как он не любил Марусю, да, он таскался за всеми юбками, за которыми хотел таскаться, да, тут он, в общем, себя особо и не истязал, любовь любовью, в общем, а потребности потребностями. Ну, дело в том, что я сама, я хочу верить в, эту сказку, я хочу верить в любовь, которая переживает смерть, я знаю, что ее нет, я знаю, что это не так, я знаю, что как бы сильно ты не любил человека, да, проходят годы, да, и ты, или там месяц, неделю, у кого как, и ты сильно любишь другую, но я, мне хочется верить в том, что в браке есть какой-то смысл, кроме еды и воспоминаний по кругу, да, это я цитирую по стихотворению прекрасно, это еда, еда, воспоминания по кругу и полное отсутствие стыда, что в этом есть что-то, да, что и 80 лет спустя в этом есть какой-то смысл. И, как показала, собственно, книжка, да, женщина Лазаря, не я одна в это верю, хочу верить, и вот в эту, конечно, абсолютно сказочную сказку, к ней сердцем прилепились, так же, как и я, многие. Ну, должны же мы на что-то опираться, черт подери, да, иначе зачем это все, да. Вот у ваших читателей очень неоднозначное чувство вызвал образ Галины, и мои слушатели, они очень много спорили об этом образе. для вас эта героиня злодейка или жертва? Ну, жалко ее, конечно, но ее жалко в ранней молодости, ну, когда она, правда, полуребенок, в общем, и взрослому человеку трудно сопротивляться в такой ситуации, да, когда все понимали, да, что государство действительно было чудовищной махиной, и все видели, как эта махина давит, да, но ведь, заметьте, когда она выросла и могла уйти в любой момент, уже, она ведь не ушла, то есть она, в конце концов, эта жизнь великолепная, которую она сама себе создала, поскольку Линту было очевидно все равно, там, креп жаржет, креп дерюга, там, он мог с пола есть, вот это барство вокруг себя она создала сама для себя, она это барство полюбила, она в нем жила, ну, ну, живой человек, все равно жалко, да, ну, потому что ее жизнь, да, ее точка невозврата очень болезненная, она совсем другую бы жизнь прожила, может быть, более счастливую, наверное, жить с физически неприятным тебе человеком, это довольно серьезное испытание. Мне ее было жалко даже больше в конце, потому что всегда жалко человека, который не способен любить, вот, а она не способна любить никого, и поэтому это, конечно, такое страшное искажение личности, которое делает ее несчастным. Да, 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 но жалко ее все равно, конечно, она не такая, если и злодейка, то по неволе, да. Роман «Женщина и Лазаря», ну, можно сказать, что это гимн демострою, потому что у нас Маруся, ну, начало века, она еще не собирает, в то время женщины, да, посвящали себя дома, она посвящает себя дома, и оказывается просто гением быта. Потом в конце романа у нас появляется Лидочка, отказывающаяся от карьеры примы, знаменитой балерины, которую приглашают в Большой театр, и у нас, конечно, есть символическая деталь, это книга «Молоховец», о вкусной и здоровой пище, которую имела каждая женщина в 19-м, начале 20-го века у себя дома. Вот, если посмотреть на вашу жизнь, да, то вы преподаватель, вы успешный писатель, вы человек, который очень много работает, и явно, даже если бы вы хотели вести такой образ жизни, то вести вы его не можете. Почему вы пропили гимн именно такой женщине, которая практически выродилась, к сожалению, в нашей жизни? Наверное, потому что я устала без конца работать на трех работах одновременно. Вообразила себе, как было бы хорошо заниматься только пирожками. Нет, конечно, я этого не представляю в себе такой жизни. Я, конечно, домосед абсолютный, да, и когда мои там три работы заканчиваются, я абсолютно счастлива дома, век бы никуда не уходила, так бы и у плиты бы стояла бы, и готовила бы. Но, я не знаю, так получилось. Просто довольно быстро героем стал дом, а суть дома, да, в том, что в нем люди живут, в быте, а быт это готов, когда вот это вот все, вся эта стирка, развешивание, белья, и чтобы дом жил, его надо любить. Дома без хозяев, и это все знают, ничего интересного я не говорю, стремительно дряхлеют. То есть дом, который там сто лет простоял, ты в нем два года не жил, и он превращается в руины, как будто из него действительно вынули душу. Ну что, что символ дома, так, как правило, вот домовитая женщина, она. И потом, в этом быте, как ни странно, есть много очень какой-то магии, примитивной, какой-то ужасной, древней. Это я опять же знаю по себе, как по, по, не, назвать меня кулинаром, это сильно погрешить против истины, да, как вот женщина, которая готовит, человек, который умеет готовить. В этом много магии, когда ты вот на глазок, вот так, вот всякий, хоп, и получилось вкусно. Но если не вкусно, быстро вылила, никому не сказала. Что-то есть в этом успокаивающее, волшебное. Я просто еще из семьи, где женщины были очень домовитые, где все вышивали, пилили, вот это вот все. Мне в 4 года бабушка дала вышивку и иголку. Боже, я когда вижу в руках своей 4-летней дочери детские ножницы, которыми зарезаться невозможно, как бы ты ни хотел, да, я обмикаю вся. И уже думаю, да донесу ли я ее до больницы. А мне бабушка дала 4-летние, да, нитки, иголки, мулине, и я села вышивать. И до сих пор очень хорошо вышиваю. То есть вот как-то это все, вот это было все. Хотя, опять же, все работали. Все при этом работали, женщины у нас в роду. А когда вы писали, вот где-то у вас было подсознание или прямо вы думали о тех параллелях, которые возникают? Потому что, когда ты читаешь о счастливой старости семьи Челдоновых, ты вспоминаешь, что расцветских помещиков Гоголя и вот эта любовь, которая была, они именно так и описаны. Конечно, сцены смерти, это вообще уникальные страницы, Маруся. И когда вы описываете дом, то ты вспоминаешь дом из романа «Обломба», потому что там есть Агафь Матвеевна Пшеницына, которая вот тоже создает магию дома, то, что дается Маруся. Вот было где-то подсознание вот эти классические образы или абсолютно, когда вы пишете, ничто не всплывает? Нет-нет, конечно, нет. Специально нет. То есть поскольку русская литература занимает примерно много этажей у меня в голове, то я вот этого уже никуда не денусь. То есть оно это просто есть. И ты это понимаешь, если ты это и понимаешь, то уже, конечно, постфакту. После того, как текст... И все равно, потом автору трудно оценить. Я когда вот там слышу, что кто-то говорит, вот это оттуда, это отсюда, я буквально за голову хватаюсь, потому что я понимаю, что вот умный человек прочитал и понял. Я когда писала, нет-нет, все-таки это, ну, такая... Часть этой работы, она сильно бессознательная, потому что ты все-таки идешь за некой картинкой у себя в голове, а не строишь, я, по крайней мере, а не бетоном заливаешь коробку, да, оно все такое. Ну, конечно, все эти образы, они же не... Их же не муза мне в ухо вдувает, да. Они все строятся, естественно, и в первую очередь из тех книг, которые я прочитала. Так что, да, да, эти аллюзии, они... Как муза приходит? Вы слышите? Или вы видите картинку перед глазами? Я вот муза, не знаю, в таком виде, вот, чтобы я оценила ее крылья, хитон и размер груди, да, не приходит. Ко мне нет. Холмин, думаешь, с пальчишком бегает. Это надо их спрашивать. Я вижу, я вижу сцены такие, это потрясающей интенсивности такое вот кино, я бы, который я очень люблю смотреть, это очень интересно, мне, я всегда сокрушаюсь, но это чистая правда, мне ни разу не удалось приблизиться, да, конечно, ни в чем к этой картинке, она всегда много лучше. И, а потом, ну, не вся книжка, естественно, я же не могу колотиться, там, годами в припадке вдохновения, это же невозможно, вот эти вот куски ты записываешь, а потом ты уже соединяешь их более или менее технически, когда ты видишь, что тебе для того, чтобы дорассказать историю, надо дорассказать, да, то есть ты должна сесть и соединить вот эти два эпизода, и ты садишься и их соединяешь. Но это значит, что вы питаетесь с Булгаком из одного источника. Абсолютно театральный роман, да, дословно, вот только у него была коробочка сцена, да, у меня это просто такое, какое-то кино, это у многих так, я уверена, это у большинства писателей, конечно, визуал. Я посмешу вас, я когда здесь сейчас спешу научные статьи, пособие писала, вот привезла из Афин, вот видно будет, поглаживаю, прошу помощи уже. Правильно, правильно, да, да, а как же, а как же. Лазарь Линд, когда умирает, уже вспав, такое в детстве и без памятства, поет колыбельное, я в интернете набрала слова, которые он произносит, я эту колыбельную нашла. Невероятно красивая музыка, очень, и мы слушали ее со слушателями, это колыбельная, и вот вопрос такой, на который, конечно, мы давали свои ответы, но вот интересно ваше мнение, Лазаря расспрашивает про его детство, про его родной дом, и расспрашивает его любимой Маруси, но он даже Маруси ничего не говорит, и все время переводит разговор на другую тему. Почему он скрывает свое прошлое? Он не скрывает свое прошлое, понимаете, он жил в очень плохом месте, по ряду обстоятельств, потом он ушел оттуда в ситуации, значит, параллель, проведу, дедушка моего мужа с Далем Востока, и он с 20-ти с небольшим временем в гражданскую воевал, да, есть такой, был такой короткий период, про который он никогда никому не рассказывал, ни внуку, ни сыну, никому, как не рассказывал, молчал, были три года, про которые он молчал, и потом уже, когда дедушки сильно-сильно не стало, да, мы как-то с Ваней, да, это обсуждали, и вдруг, давайте сопоставим факты, это было время, когда там был Унгер, он был под Унгер, вероятно, он не хотел ни вспоминать, ни говорить, для меня, да, Лазарь Линд бросил своих, он сбежал, он бросил свою семью, очевидно, была семья, он же не с неба упал, и он в этот трудный, в этом 18-м году, да, когда без конца действительно там все эти села переходили из рук в руки, он оттуда сбежал, возможно, у него были братья, сестры, у него совершенно определенно были родители, это были такие крестьяне-евреи, да, и ремесленники, он их бросил ради себя, говорить ему об этом, я думаю, всегда было, каким он не был бы странным, да, поскольку вот он свою гениальность носил со вкусом и с достоинством, да, он понимал, что вот они все умрут, а ему не надо бы, да, и вот он выбрал себя, и сказать об этом Марусе, которая выбирала других всегда, да, он не хотел потерять лицо, конечно, но это я так себе придумала, и поэтому я не хотела об этом обо всем писать, потому что я не хотела городить зверство, вот он вычеркнул это у себя из головы, да, ну и нам об этом знать не надо, то есть совершил предательство по большому счету. Да, я-то думала о нем лучше, я считала, что просто семья погибла, что все... Ну или погибла, а он удрал, ну в любом случае он остался жив. Ну как бы не был там всего своего таланта где-то в другом месте, поэтому ему больно вспоминать прошлое, но, кстати, вот интерпретация, что он переступил через них, потому что вот этот дар, который его вперед гонит, с этим ничего сделать нельзя, он заложник своего таланта, вот мне, да, вот эта версия мне нравится больше, здорово. Да, вот я так думала, да, что вот так оно... А почему так печально сложилась жизнь сына Линта? Что же вы его так быстро укокошили? И что же так... Он и в детстве был несчастный, только он полюбил, и потом сразу не пережил смерть жены, и исчез. Вот почему такое зверство по отношению к сыну Галины и Линта? Ну я вообще довольно кровожадный автор, они правильно мне быстро надоедают, я их укокошиваю. Мне только Марусь, я только Марусь утянула, ей-богу, если бы я могла, чтобы она прожила 500 лет, она бы прожила. Но мне нужно было, понимаете, чтобы сломать Лидочке жизнь, надо было убрать ее родителей. Сразу вот их двоих, да, это было вот слишком. Мне надо было, чтобы Лидочка осталась с бабушкой одна. И плюс, вот он исчезает же, понятно, да. Там есть прекрасный поступок, который совершает Галина Петровна, которая всю жизнь создает для Лидочки иллюзию, что отец все-таки есть. Она же ей дарит фактически этого отца. Она же переводит деньги сама же, как будто от отца. Присылает какие-то телеграммы поздравительные и так далее. Это какой-то невероятный для нее хороший поступок. Она могла, ну, как она сказала, и мать, мама умерла. Она же могла тоже сказать, папа умер, отвяжись. Но она какой-то этот росточек в ней все-таки поддерживала. А я так не восприняла. Я как раз слышала, что она облегчила так себе жизнь, чтобы не было расспросов постоянных от ребенка и ее лишних слез. Ну, может быть, ей самой так было проще не думать о своей вине, что она перед сыном виновата, что она его не поддержала в такой страшный период. Может быть и так. На самом деле, может трактовать же как угодно. Потому что все, что все, чего нет в тексте, да, то мы вольны придумывать себе сами. Так что я не возражаю. Я себе вот так вот это объясняла, но каждый может делать это так, как комфортнее ему. Потом мы и читаем, потому это нам и интересно, что мы все это перекраиваем мгновенно на свой лаг. Одна из слушателей задала вопрос, почему вы описали балет как такое, такое жестокое действие, такую жестокую жизнь. И она спрашивает, а не было ли у вас самой в детстве травмы, связанные с балетом, не занимались ли вы им? Потому что, ну, написано очень достоверно все. Да, балетные тоже меня спрашивают. Я часто был такой-то танцевальный, вы учились, да, и так далее. Не, 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 я просто страшно сказать, да, у меня четыре ноги, да, это какой там танцевать, да, это как я пою и танцую, не должен видеть никто, иначе, в общем, это полное безобразие. Нет, нет, я не танцевала, это искусственно споделированная ситуация, балет я как раз люблю, и мне это очень нравится. Это правда тяжело, ну, слушайте, большим спортом тоже тяжело заниматься, гимнастки тоже очень много, что спортивные, что художественные, и футболисты, и кто угодно, да, для кого тело это профессия, очень много всяких болезненных и неприятных вещей делает, классический балет, тут он, конечно, ну, немножко впереди, да, потому что очень многое в классическом балете, оно вообще вопреки физиологии, да, то есть то, что они делают, это уже за пределами физических возможностей человека находится, либо очень близко к этим пределам, и балетные это все любят, да, и они вот растягивают, мне надо было поместить туда человека, который это делать не хочет, то есть это такой взгляд Лидочки, это для нее вот это все тихий ужас, а ведь есть дети, я поражаюсь этим детям, которые вот в 6 утра встают, да, и прям сразу на шпагат, и которые готовы не есть, которые готовы не уходить из, не отходить от палки, да, и до полного изнеможения работы из них и примы получаются, да, потому что это вот это как русалочка, да, на этих вот окровавленных ножках, но ты это делаешь, просто мне нужна была другая оптика немножко, и поэтому балет выглядит таким зловещим, для самих танцовщиков конечно нет, для самих балетных нет, это их мир. У нас один слушатель прислал большую группу вопросов, связанных с психологией творчества, вот, и вот вопрос первый я озвучу, как у вас рождается замысел книги, сначала приходит история, потом начинают рождаться образы героев, или сначала начинают проситься на свет кто-то из героев, а может просто начинает волновать какая-то тема, а остальное приходит позже. Вот последняя часть вопроса, у меня какая-то, какая-то тема, да, какой-то вопрос, и я вот так и себя кручу, это выглядит примерно как галактика, какое-то мутное вращающееся пятно, в котором ничего не видно, это довольно мучительно, да, а потом, ну, там, условно говоря, предательство, да, вот я, как люди предают, зачем они делают, как они с этим живут, и ты начинаешь гонять, да, как-то в голове, а что может быть, сейчас, одно мгновение, секундочку. Ну, пока Марина решает свои вопросы. Все-все-все, простите, я сижу на кухне, мой ребенок, я честно говорю, ребенок мой захотел есть, я, да, я попросила, да, на чудесную нашу няню, да, которая стоически это все терпит, сделать ей вот, да, тот и тот, иначе прибежит Маруся, да, дочку зовут нашу Маруся, в честь абсолютно Маруси, героини, женщины Лазаря, да, иначе прибежит, и будет много, в общем, наша дискуссия приобретет ненужные совершенно, совершенно, оттенки. Так что сначала идея, да, потом вокруг как-то возникает один герой, второй, какая-то ситуация, все сильно меняется, вспомогать, как-то эти эпидодические какие-то герои лезут в главные, там как-то Аж Маруся, и тут же Лазарьлин, я про балерину вообще-то хотела, да, тут полезли, полезли старые евреи, молодые священники, всякое, это прям... Есть вопрос тоже похожий, спрашивают герои, у вас ведут себя так, как они хотят, бывает так, что они вами руководят? Да, в основном они мной руководят, я как-то там жалко цепляюсь за самых первых героев, они более управляемы, а вот эти, которые приходят сами, они... Вы знаете, это очень смешно, они все хотят быть главными, и все, в общем, страшно настаивают на этом, опять же, я безвольный человек, я не могу долго сопротивляться, мне ужасно жалко финалов, потому что я там придумываю часто, вот я думаю, что вот финал будет такой, с Женщиной Лазаря, он у меня даже был написан, он был даже, в общем, неплохой, он не нравился, но нет, нет, конечно, уже история куда-то так уезжает, что, например, что вот все так, так это не закончится никогда, ну и... А вот вопрос тоже похожий, вот книжка уже вышла, как раз Женщины Лазаря спрашивают, бывало ли так, что книжка вышла, она успешно продается, а вам хочется переписать финал? Да, это нечестно, да, мне бы, конечно, хотелось, я из этого не перечитываю, я, вот я Женщина Лазаря, с момента, когда они вышли, уже лет 11, по-моему, прошло, я их не перечитываю, потому что я уже их не очень твердо помню, то есть какие-то вещи я уже точно забыла, и я не перечитываю именно, чтобы вот не поддастся этому искушению, это правда, несправедливо, нечестно, по отношению к тексту, по отношению к читателям, другое дело, какие-то фактические ошибки, да, потому что они бывают, и читатели их замечают, и редакторы, это да, это пожалуйста, это с удовольствием. Я думаю, остается немного времени, и я хочу спросить еще про роман «Сад», замечательный, но прежде чем спросить про «Сад», я задам таких, наверное, два общих все равно вопроса, вопрос такой, вас часто спрашивают, это, конечно, тяжелый вопрос для писателя, назовите современных авторов, каких вы там сейчас любите, конечно, вам очень сложно называть, потому что, понятно, что круг узок, поэтому одного не назовешь, кто-то обидится, вот, но, какие бы авторов вы ни называли, вы всегда при этом, ну, и называете, и выделяете, такого писателя, как Андрея Волоса, потому что я в онлайн-клубе буду в январе читать лекции по произведениям Андрея Волоса и как раз по роману «Хурмабад», который сделал его таким знаменитым. Вот, мне бы хотелось, чтобы вы просто объяснили слушателям, а почему, потому что они ведь его не знают совсем, почему вот именно об этом писателе вы всегда говорите как-то вот особняком? Потому что вот это, это, это моя, я хочу эту лекцию послушать, если можно, да, мне, потому что, мне, это как здание руководителю, мне самая лекция, я, 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 я стану слушателем совершенно спокойно, я, я не выпрашиваю, да, я могу, я куплю, да, мне просто надо знать, когда и все, потому что мне всегда очень интересны и трактовки, и интерпретации, и сравнивать их со своими собственными. Вы понимаете, сейчас довольно много хороших современных писателей мне всегда, это обидно, когда говорят, ой, кто сейчас пишет, никто не пишет, пишут и прекрасно. И есть имена, которые знают все, да, там, Шишкин, да, там, Водолазкин, и так далее, и тому подобное, Улицкая, Яхина, ну, то есть, правда, это прекрасные авторы прекрасной книги, что там говорить-то. Но меня... Вы прямо курс моих лет сейчас перечислили, спасибо. Вот, да, да, ну, то есть, что ж, чего ж тут, я как читатель их читаю, да, и я понимаю, это хорошо, это здорово. Посмотрим, время покажет, кто останется, да, через сто лет, но сейчас читать большое удовольствие и большая радость жить с ними в одно время, но есть, все, все, что касается Андрея Волоса, это вот какая-то моя персональная драма, да, потому что я сама обнаружила, открыла его для себя как автора довольно поздно. И первая книга, которую я прочитала, это было «Возвращение в панжур». И я реально обомлела, потому что это потрясающий роман, который я до сих пор какие-то, какие-то даже не образы, да, а сцены, я вижу, да, вот там эти конюшни, это моча лошадей, которые стекают на, как осужденные, сказала, современные, да, на тех, кого в эту конюшню бросили под пол, да, вот такая пытка, такое наказание, потрясающе сильная книга, сказала, о, я хочу прочитать все, да, что, что этот человек написал, да, и я беру следующий роман, и он абсолютно другой, и тоже великолепный, как будто другой великолепный писатель. И когда я стала метаться, да, от книжки к книжке, от текста к книжке, просто обомнил, вот я знаю только еще одного такого писателя, и это фауст на секунду, да, у которого каждый роман абсолютно гениальный, написан другим гениальным писателем. И то, что, да, я знаю, что Андрей Волос получил государственную премию, мало кто ее получает, да, да, у него был букер, черт, где вы критики, да, где вы читатели, судные дни, это, ну, просто вот ровно тот самый большой русский роман, по поводу которого правые, левые, центровые, зеленые, голубые, да, рвут волоса и воют, да, когда же кто-то придет и его напишет? Он написан давно, разуйте глаза, вот он, он есть, где вы, это лучшее, что я читала за последние, там, не знаю, сколько лет, да, написанное про историю с, родиной нашей, многострадальной, да, какую книгу он не напишет, она великолепна, да, и при этом это все падает в какую-то, я хочу просто, остаться в рамках цензуры, да, в какую-то бездну, это все падает, и моих иск, мы его, я не знаю, мы когда в вышке преподаем, да, я примеры привожу, вот посмотрите, вот, вот так, вот так это делает, да, волос, да, вот так это делает волос, и мне ужасно жалко, это какая-то, конечно, время расставит все по своим местам, но знаете, хотелось бы, чтобы при жизни автора он получил то, чего заслуживает, в первую очередь, я, конечно, не про критиков, бог бы с ними, я про читателя, да, про читателя, который должен, должен это все, все, все читать, те, кто любят русскую литературу, не могут пройти мимо этого, да, он очень большой писатель, очень, я, аппаратия близости мешает мне сказать, как мне бы хотелось, самый лучший сейчас, ну, я думаю, вдруг есть еще кто-то, кого я не прочитала, да, и кто так же, замечательный, да, но, вот я очень рада, что умные курсы немножко восстанавливают ситуацию, потому что мы проходили роман на очных курсах возвращения в Панджрут, читали его, и он еще понравился, конечно, слушателям, а сейчас, вот в январе мы будем говорить о Хромобаде, ну, конечно, когда человек снискал все возможные литературные премии, считается, что ему уже хватит, вот, ну, а не хватит, когда писатель действующий, работающий, ну, а издательства гоняются за новыми именами, мы сейчас это наблюдаем, но вот будем в нашем просветительском проекте как-то стараться раскрывать это имя для тех, кто интересуется современной литературой. Да, это правда нельзя пропустить, вот нельзя его имя пропустить. К вам тогда про премии мы сказали, вот у вас тоже уже много литературных премий, а какая премия... и тут третье место. Так, а пресс читательского голосования на Большой книге был? Две, ладно, простите. Ну, мелкие же премии тоже какие-то наверняка были. Нет. А толстые литературные журналы ничего не дали, никогда? Ааа... Меня не особенно любят критики, да. Это читатели меня балуют, да, да, да. Я-то хотела спросить, а какая премия любимая, но не получится. Вот, тогда вопрос другой, но он был у меня тоже. А вот писатель же всегда в себе не уверен, да, и это же с этим трудно побороться, эта неуверенность в себе. А вот, когда вы получили в премию большая книга, это дало вам силу, то есть на следующий день вы сели утром и сказали, ну все, Марина, можешь не волноваться, ты писатель, пиши спокойно. Или это все быстро проходит, и все равно каждый день это та же самая писательская мука. Да, подошла к зеркалу, поправила бороду, туда согнала голубя и сказала, я сокровища нации. Да нет, конечно, для меня это была большая психотравма, я не ожидала. Это хоть и крошечная шумиха, да, которая продолжалась 30 минут, но она продолжалась, я этого очень не люблю. Ну, во-первых, мне страшно повезло. Вот это, если подарки от Бога я получила, да, то ровно два, зато стоят многие. Я не тщеславна и независлива, поэтому я очень хорошо себя чувствую. Если книжка, которая мне нравится, получает хоть все премии мира, я счастлива, да, если мне не дают ни одну премию, я по этому поводу нисколько не огорчаюсь, потому что, и слава Богу, не надо было никуда идти, не надо было волноваться, и вообще, вот, то есть, это правда, да, поэтому я чувствую себя замечательно, и поэтому, ну, ну, меня пореже после большой книги стали называть Марии Степановой, но все равно продолжают, что, ну, свои Богу, я Мадонна, что ли, или Владимир Путин, на улицах меня не воздают, они, автографы у меня просят только на встречах, да, и когда на эти встречи приходят 20 человек, это большое событие для них и для меня, да, то есть, надо быть очень сумасшедшим человеком, чтобы говорить о литературной славе в той ситуации, в которой нынче литература находится. Если позвольте, я расскажу очень забавную историю, которую Прилепин мне давным-давно рассказал, он тоже вот был на какой-то, на ВДНХ еще, когда была книжная, ярмарка, такой был день, я дал два интервью, я подписала столько книжек, про меня сделали ролик на телевидении, я вот выхожу такой вечер, усталый, чуть хмельной, чувствую себя прям великим русским, тут вижу, что стоит очередь колоссальная, так смотрю в одну сторону, она куда-то за горизонт, смотрю в другую сторону, она тоже куда-то за горизонт, и до самого края этого горизонта стоит стол, и там сидит Дарья Донцова, и это очередь к ней на автограф, я сразу понял свое место в литературе, и никогда больше не волновалась, вот я даже без этой очереди прекрасно понимаю, что всерьез считать себя, вот я большой писатель, я там такой, ну это надо прямо сразу вызывать санитаров, и переходить на, возможно, уже даже внутривенное лечение, а не на таблетку. Страх неудачи, он уходит? Конечно, да мне каждый, нет, конечно есть, конечно есть, я когда, это всегда будет с каждым текстом, это топливо, это плата, да, вот эта неуверенность, она и заставляет на нас всех писать, да, вот, я когда сад написала и агентам отправила, да, ну уже кажется, да, это мои агенты, мои друзья, и пришло три дня, тишина, боже мой, как я себя вела, вы бы видели, да, я писала им отчаянный смс, ну что, ну что, девочки, очень плохо, отвяжись, читаем, боже мой, боже мой, ну то есть, вот стучала хвостом по паркету, присмыкалась всяко, переживала, хотя кажется уже, ну что ты переживаешь, да, ну уже там не первая, а вось уже допечатают как-то, да, нет, нет, это, это, это часть, часть топлива, да, на которой, и заставляет нас. Наша руководитель умных курсов, Оксана, она невероятная поклонница романа Сад, вот, она его очень полюбила, наверное, я должна предоставить ей какое-то слово, хотя у меня есть не предоставлять, да, ну ладно, я задам от себя, но она правда очень любит, и вы знаете, у нас было такое бурное обсуждение романа Сад, вы себе не представляете, мы два часа просто бились, как кентавры на какой-то лесной поляне, вот, и это было безумно интересно, настолько яростно мы обсуждали книгу, и Оксана защищала роман от тех, кто на него нападал, я была той, кто нападал, но вот что интересно, конечно, книга должна всегда в душе отлежаться, вот я, видимо, отношусь к тем людям, которые, те, кто полюбил женщины в Азере, им очень нужно полюбить Сад, это я уже четко поняла, потому что книги очень разные, но вот проходит время, а книжка внутри живет, и я понимаю, что мне нужно совсем отпустить от себя первое впечатление, и все-таки купить бумажную книгу, потому что я читала электронную версию, и спокойно ее с холодной головой еще раз почитать, потому что некоторые вещи, они врезались внутри, продолжают существовать, что говорит, конечно, о невероятном качестве текста, вот первое, на что поймались все читатели, мы воспринимали эту книгу, начали воспринимать, как исторический роман, при этом, когда мы прочитали, мы понимали, что роман не исторический, и вот здесь произошла такая вилка, то есть ты понимаешь, что вы поднимаете современные проблемы, но облекаете их вот в некую такую декорацию, и поэтому иногда вот этот текст сложно воспринимать, вот зачем вам нужна была такая форма, говорить об очень современных насущных вещах, но поместить вот эти все проблемы туда, в конец XIX века? Ну, во-первых, пострадать, чтобы обязательно надо страдать, и я должна быть в таких хороших железных сапогах, чтобы быть в форме. Мне было интересно, я в какой-то момент я вдруг осознала, что Анна Каренина, которую я страшно люблю, и которая, конечно, для нас исторический роман, она для современников была книжкой остро актуальной. Я бы даже сказала по-пелевински, ну или по-тургеневски, да, Тургенев был по-пелевинам своего времени, и это был роман, да, какой-то безумно современный. И я подумала, интересно, можно сделать наоборот? Так вот, хочу попробовать сделать наоборот, то есть взять канон классического романа XIX века и попробовать сделать так, чтобы он рассказал нам современную историю. Плюс тот период XIX века очень похож на тот период, который проживаем мы сейчас, психологически, как угодно, по расслоению общества, по отношениям общества и государства, и так далее. Ну, в общем, я эгоистично делала это интересно. Скажите, а вот ваше позднее материнство, такое осознанное, оно повлияло на образ книги Неборятинской? Или же книга писалась 10 лет, и вот эта сюжетная линия писала сама по себе и никак не была связана с вашей субборией? Вот, конечно, когда я стала мамой, все поменялось, но как раз роды Ворятинской и младенчество Туси до момента, когда она вот там, когда стало ясно, что она немая. Это я писала еще не будучи мамой, никакой Маруси в помине не было. Это, так сказать, плоды воображения моего непричесанного. А вот воспитание ребенка, да, тут я уже, конечно, мамаша озверелая во мне, да, не знающая, что делать и куда бежать, кому верить, она уже тут ликовала, развернулась, да, и, конечно, я не планировала столько внимания уделить собственно всем этим педагогическим штучкам. И если бы не было Маруси книжка, я имею в виду нашей Маруси дочкой, книжка, конечно, была бы совсем другой. Но поскольку я завязла в этом накрепко и до сих пор там так и не знаю, что лучше и как лучше, да и ни одна, наверное, мать не знает, а та, которая знает, так она счастлива и живет себе спокойно, да. В общем, да. Я задам последние два вопроса, потому что мы проговорили час, а по роману «Сад», конечно, мы должны делать отдельные передачи. Вот, вопрос у меня про Александра Ульянова. Вдруг вы решили написать об этом герое, и скажу, что у меня к этому герою такое, конечно, очень неоднозначное было отношение в книге, потому что вы рисуете очень симпатичный образ, вот, и мы привыкли с детства, да, что вот Саша Ульянов, какой он был хорошим мальчик, как он воспитывал им Володю, вот, как он погиб за высокие идеалы, а сейчас же, да, начинаешь все переосмысливать и понимаешь, что, по сути, человек был террористом, который... Едва не стал террористом, да-да-да. Едва не стал, хотел убивать, и, в общем-то, это же страшные люди, которые пытались, да, менять государственный строй в России, вот. Вот, а у меня есть своя маленькая история, у меня папа учился в одном классе с Володей Ульяновым, это дети там, в общем, потомки Дмитрия, и Маша Ульянова, то есть там были Володя и Маша Ульянова, они имена сохраняли, и Маша Ульянова, ей нравился мой папа, и, в общем-то, наверное, если бы он хотел, он бы мог ухаживать и жениться на этой девочке, но папа был выше этого, вот, и бабушка моя просить ему не могла, что он не женился на Машу Ульяновой, потому что она понимала, что тогда бы его жизнь в Советском Союзе была бы абсолютно обеспечена до старости, вот, но вот они через месяц были друзьями. Так вот, почему у вас, вы обратились вдруг к этому герою, и я в одном из ваших интервью прочитала, что на самом деле вот создан такой у нас образ Александра Ульянова, о материалах, о нем практически нет. Да, это правда, это правда. И, ну, Сашу Ульянову я случайно захотела, да, то есть не было такой задачи, да, просто я попала в Ульяновск, да, увидела вот это все, воссозданной Симбирск на нескольких улицах, и подумала, ой-ой-ой, хочу-хочу, вот как вот я это все вижу, да, я это все перещупала в период, да, хоп, да, и кто? Ульяновы там в это время жили, да, ну, не Володя, Володя, в общем, не волновал меня, да и по возрасту он был малек совсем, Саш, он будет у меня радович Саше Ульяновым в одной гимназии учиться, почему нет, будут друзья. И поскольку я про Сашу Ульянова ровным счетом в этот момент знала то, что мы все, да, и я думаю, ну, друзья и друзья. И когда я стала копошиться и искать, да, много поразительных, и в первую очередь поразительно было то, что нет ничего по нему практически, в том числе и в музее, и так далее, и человек начал действительно вырисовываться по тем крохам, обломкам, по воспоминаниям, по документам, действительно прекрасно. Кстати, Володю он не воспитывал, Володю он не особенно любил, дети в семье дружили двойками, Анна и Александр старшие, да, потом Володя с, господи боже мой, Володя с, по-моему, Ольгой, с Анной, нет, Анна дружила с Сашей, да, и, по-моему, младший, ведь Дима с... С Марией, по-моему, забыл уже. В общем, они такими двойками дружили, потому что они были в погодке, потом был перерыв, в погодке перерыв, да, вот так было деторождение в семье Ульяновых устроено. И он как раз с Сашей, с Анной очень дружил, и в воспоминаниях Анны прямо сказано, да, что он вот как-то был Володей как человеком, не бог весь как доволен, что на самом деле он был за заноза, бразнилка, да, с таким неприятным, неуживчивым человеком. Ну, когда он был подростком, я уже про Володю Ульянова, довольно вредный был мальчик. И Саша Ульянов как-то очень быстро заставил себя полюбить, потому что он... Вот то, что он вляпался в эту кровожадную историю, это, конечно, какой-то нонсенс. Именно поэтому я придумала то, что я придумала, да, что вот эта огромная трагедия была несовместимая ни с чем, потому что свидетельство этой трагедии есть. Это воспоминания и Анны Ильиничной, да, и мужа ее, когда вдруг часами стал... Они же вместе учились, вернее, Анна училась на бестужевских курсах Александрова в университете, но они вместе снимали квартиру какое-то время, комнату. А потом Саша буквально уехал от сестры, и он часами сидел в темной комнате, глядя в одну точку, да, он практически перестал заниматься наукой, он вляпался вот в эту вот компанию, при том, что, опять же, никогда не интересовался политикой, а ученым обещал быть блестящим. И в это время умер отец, где-то там за несколько месяцев до этого в Сибирске, и по уму Саше надо было, был старший сын. Ему надо было разворачиваться и ехать, помогать матери, у которой было четверо маленьких детей, а младшие были совсем маленькие, тысяч лет по пять, что ли, было. И надо было ехать и помогать, да, он был так воспитан с именем, и она была прекрасная. Такая традиционная, интеллигентская русская семья, либеральная и одновременно, наверное, потенческая. Тут это вполне всегда хорошо в русских интеллигентах уживается. Но он не поехал. Он не поехал, хотя отец его воспитывал так, что вот он, сам отец стал незаурядным педагогом и общественным деятелем просто великолепным, благодаря своему старшему брату, который не получил образования, да, но зато выучил всех детей. У него была семейная модель, была такая ролевая. Всех спасать. Он этого не делает, не едет. А вот сидит и смотрит в одну точку, потом вляпывается вот в это вот все, что было обречено с первой минуты, потому что они были, как будто детсадовский был терроризм, да. И когда их взяли, как обгадившихся котов, за шиворот, да, и все стали юлить и изворачиваться, потому что стало ясно, что, в общем, их действительно сейчас повесят. Ведь все 15 человек были изначально приговорены к повешению. Он один вел себя просто вот все на меня, все на меня, все на меня, все на меня. Все на меня. Это было самоубийство. Вот такой способ совершить самоубийство. Я в этом уверена. Какова была причина истинная? Вряд ли мы узнаем, потому что понятно, да, когда у тебя, что было делать Марии Ильиничне, да, Мария Александровна, как же ты Мария Ильинична, Мария Александровна. Ее старший сын казнен, да, ее муж умер, у нее крушенная пенсия, ей руки никто не подает, все жарахутся от ее дома, как от зачумленного, и оно понятно, да. Цареубийца сын. Казнь какая позорная, повешенная, да. И они уезжают, и, конечно, Сашины вещи, скажем, мягко, да, они, вероятно, сколько могли, настолько от них и избавились. Осталось очень немного писем, очень немного, там, пара учебников, и шинель гимназическая. Все. Все. Я думаю, что ваш страстный монолог точно заставит тех, кто книжку не читал, ее прочитать. Я правда люблю Сашу Ульянова, да. Меня вот именно вот эта линия сюжетная захватила, когда появился Саша Ульянова. Здесь я поняла, что я полюбила роман вот с этого момента, вот я увлеклась им. И я задам последний вопрос, чтобы отпустить вас к вашим Арусим. Вопрос, который вам уже традиционно задают. Те, кто читал роман «Сад», ощущают, что просится продолжение. Будете ли вы работать над продолжением романа «Сад», есть ли у вас такие планы? Да, я прямо даже уже начала, понимая, что уже 10 лет это будет как, мне уже страшно подумать, сколько мне будет через 10 лет, что надо уже поторопиться. И да, конечно, он не закончен. Точка поставлена искусственно, и уже просто мне не хватило времени и сил продолжать рассказывать эту историю. По поводу того же Саши Ульянова, я еще не все выяснила, что хотела. Да, с Тусей надо поквитаться. Нюточка ведь не в прорубь бросилась, она жива. И, в общем, и с Борятинским князем интерес. В общем, те, кто умерли, умерли, а кто остались живы, да, я бы хотела еще с ними повозиться, так что надеюсь, что допишу. Ну, те, кто умерли, они тоже могут ожить, потому что могут быть экскурсии в прошлое, нам же там интересны какие-то факты. А с Нюточкой, не с Нюточкой, а с Тусей, конечно, безумно все это интересно, то, как читатели, по-разному ее воспринимают, да? Потому что у нас же нарисован как бы отрицательный персонаж, но для многих современных молодых людей это просто пример того, как надо жить, идти к своей цели и не обращать внимания, в том числе и на своих близких. Да, да. То есть неоднозначно. Да, потому что она современный человек, воспитанный как современный человек, да, это правда, да. Вот такой ужас вырос, да, не дай бог. Ну, ладно, вернемся к розгам, да, будем сечь, будем, да, чтобы вразуметь. Да нет, конечно, нет ни в коем случае. Марина, спасибо вам громадное, что вы вышли сегодня с нами на связь в преддверии Нового года. Я надеюсь, что мы еще встретимся как-нибудь или в онлайне, или, я надеюсь, уже вживую. Вот, и на прощание мне хочется пожелать, потому что у вас сейчас начинаются домашние хлопоты, вы будете кормить ребенка, читать ей сказку. Я знаю, что по вечерам вы читаете книжки. Вот, мне хочется пожелать, чтобы ваша дочка, которая получила имя вашей любимой героине, у нее была такая же длинная, прекрасная жизнь, как у Маруси, и ее также бы любили мужчины. Спасибо большое. Какое лучшее пожелание, что я слышала. Спасибо большое. Спасибо огромное всем, кто пришел, кто слушал. Надеюсь, что мы действительно сможем увидеться живьем. Да, этого, конечно, ничем не заменишь. Спасибо. Спасибо. Но вас сегодня слушали, на самом деле, гораздо больше, чем 20 человек, а еще больше вас послушают, поэтому все-таки в онлайне есть какие-то свои, хоть не очень хорошие, но плюсы все-таки, да? Я со своей стороны обещаю, конечно, лекции, во-первых, по «Женщинам Лазаря», обязательно лекции по роману «Волоса», будет у нас на феврале, а не в январе, потому что у нас еще будет уличская. Вот тут у нас много-много-много-много у нас замечательных авторов, но «Волоса» обязательно вам пришлем. Все, спасибо всем огромное. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.